...с гневом обличал вот этих кого, которые скрупулёзно исполняли все церковные предписания. В чём причина? Разве это плохо исполнять церковные предписания? Ну что вы! Причина совсем другая. Что они всю религию свели вот к этим внешним формам и забыли о самом главном – о заповедях Божьих. Забыли о чистоте сердца. Вот, оказывается, в чём причина. Так вот, эти вещи надо различать – церковные установления и заповеди Божьи. Там хороши церковные установления, когда они сопряжены с исполнением заповедей Божьих. Тогда они помогают исполнению их, тогда они смиряют, приводят человека к смирению и приносят большую пользу. «Где же этого нет, там смерть». Самые отъявлены враги Божьи. Кто? Вот эти законники, эти фарисеи, вечно противящиеся Слову Божию. Вы помните один случай, до чего докатиться можно? В субботу в синагоге человек с сухой рукой, и за ним уже за Христом наблюдают, что он сделает. Помните? А он говорит этому – встань на середину. И потом спрашивает их, что в субботу надо делать – добро или зло? И говорит этому – протяни твою руку, сухую. И он протянул. Реакция была – в бешенство пришли законники. Начальник синагоги кричит – шесть дней ей сделать, в которые можно делать. Вот. Приходите тогда и исцелятся. Это он Богу уже говорит. Ибо ясно, кто мог исцелить? Бог. Самому Господу Богу диктует. Вот до какого безумия можно докатиться. Это страшное предупреждение всем христианам. Для нас это особенно важно. Потому что очень часто, почему это важно для нас, очень часто сводят всё христианство вот к этому, знаете, сладкому сюсюканью только. Ходить в церковь, там творить, давать милостыню, смотреть на иконочки, ставить свечечки – и ничего больше. А о том, чтобы бороться со своими мыслями, каяться в своих желаниях ненормальных, не допускать в себя оскорблений ближних, недоброжелательства, то есть самые главные вещи, они куда-то исчезают за этой внешней, красивой, церковной формой. Вот. Это действительно нужно знать. И мне кажется, что это очень важно объяснять и учащимся, чтобы они не поняли, не свели религию к какому-то эстетизму, внешнему эстетизму и больше ничего. Тогда наступает просто беда. Вывод какой? Наши дела, наше доброделание, наше исполнение церковных предписаний, наше, если хотите, исполнение правил церковных, какое? Утре молитву, вечернее молитву, там еще чтение и так далее, могут быть хороши только при одном условии, о котором мы сказали. В противном случае, все получается наоборот. Их святитель Игнатий даже так пишет о тех, кто преисполнен, если хотите, о делателях так называемых правды. Я вам зачитаю, не могу, он очень сильно пишет. «Делатель правды человеческой исполнит самомнение, высокоумие, самобольщение, ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Он признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Ох, какие страшные слова! «Избави Бог каждого увидеть себя достойным!» Это, что называется, поставить на себе крест. Поэтому мы видим поразительную такую картину, поразительную просто картину в жизни церкви. Святые, великие святые, величайшие святые видели, признавали себя недостойными грешниками. Не подумаешь, пусть только безумный может подумать, что здесь какое-то лицемерие. Нет, нет, на самом деле видели. И оказывается, чем чище становится человек душою, чем более очищается его взор ума и сердца, тем с большей ясностью он видит все свое недостоинство перед Богом, все свое несовершенство, все свое неподобие. Вот поразительное явление. Помните случай, может быть, кто читал, с Сесоем Великим? К нему пришел один подвижник, монах, и сказал, «Отче, я имею непрестанную память Божию». То есть, непрестанную молитву. Не правда ли велико? Кто это имеет? А что Сесоя ответил? Это невелико. Велико увидеть себя ниже всей твари. О, критерий какой! Христианин, знающий это, знающий это, вот это надо просто знать чем? Вот, головой хотя бы знать. Дело не в том, что мы себя ощутили. Знать просто это надо. С какой целью? Очень простой. Когда я вижу, что у меня начинает там уже игра такая, взыграние того, что все-таки я не фунт изюма, я все сразу понимаю, куда меня понесло, в какой омут. Все ясно. И это даже невелико. Непрестанная память Божия. Жить то есть в Боге, кажется, постоянно. Невелико. И действительно, история церкви свидетельствует, что многие подвижники достигали не только непрестанной молитвы, обладали дарами чудотворения, прозрения, но, не получив вот этого дара зрения и греха своего, не увидя себя ниже всей твари, кончали самым трагическим образом. Об этом мы читаем. Кончали вплоть до самоубийства. О, какие вещи! А, кстати, у нас как гоняются, если где-то чудотворец, где чудотворец, где прозорливец? Бедные люди ищут не того, кто научит правильной христианской жизни, а что он мне скажет, что у меня завтра будет. А завтра ты помрешь. Ну, послезавтра, ладно. Без всякого дара пророчества предскажу вам. Этого не ищут. Ну, да.